Добрый день, уважаемые коллеги. Презентация готова, да? Ну, на самом деле, наверное, очень и благодарная, и неблагодарная возможность представить, что же происходит в лекарственном лечении светотлеточного рака почки. Потому что, действительно, те исследования, те препараты, которые появляются в нашем арсенале буквально на протяжении одного года, обновляются существенно и изменяются стандарты даже лечения светотлеточного рака почки. Поэтому и очень много говорить, есть о чем, ну и, конечно, как всегда, недостаток времени. Вначале я хотела бы... Работает? Вначале я хотела бы начать с голосования. Какой вариант лекарственной терапии первой линии является предпочтительным у больного светотлеточным раком почки промежуточного прогноза? Неволумаб, аксисениб, комбинация неволумаба и эпилемумаба, комбинация пембролизумаба и аксисениба или позапониб? Пожалуйста, голосуйте. Если готовы, уже результаты можно представить. Комбинация неволумаба и эпилемаба, в принципе, это тот стандарт, который является сейчас основным, предпочтительным, поэтому, может быть, несколько изменится наше мнение к концу моего доклада. Ну, здесь представлен тот перечень, тот список препаратов, который появился в нашем арсенале за последние неполных 15 лет. Мы видим, что, начиная с ингибиторов тирозинкиназ и переходя к ингибиторам иммуноточек контроля и уже, скажем так, на настоящем этапе, уже используя комбинации ингибиторов иммунных точек и антиангигенных препаратов, вот это поступательное движение, которое, безусловно, будет развиваться и, безусловно, будет приносить дальнейшие плоды. Однако, когда мы говорим о больных раком почки, всегда нужно помнить, что это очень своеобразное заболевание. И пациенты, имеющие благоприятный прогноз, имеющие минимальную опухолевую нагрузку, не имеющие никаких клинических симптомов и желающие не начинать лекарственное лечение, абсолютно правильно таких пациентов оставить под активным динамическим наблюдением. Потому что мы знаем исследование второй фазы. Немножко перескочила я слайд, извините. Сейчас, мне кажется, я листаю в другую сторону. Пациенты, которые не имеют клинических симптомов, как я уже говорила, могут длительное время находиться просто под динамическим наблюдением. И исследование с участием довольно большого количества пациентов показывает, что у этих пациентов сроки прогрессирования могут сдвигаться на 10 месяцев, на 12 месяцев. Пациенты находятся без лечения и, в принципе, абсолютно бессимптомно могут существовать. Поэтому только если есть, во-первых, желание пациента, ну и, во-вторых, конечно же, ряд клинических признаков, факторы промежуточного неблагоприятного прогноза, в этой ситуации более активно, конечно, нужно планировать проведение лекарственной терапии. И факторы прогноза, мы их тоже знаем, это модифицированные факторы уже 2009 года, модифицированные факторы Хенга, которые, опять же, были разработаны для пациентов, получающих антиангиогенную терапию. А поскольку сейчас уже акцент смещается в сторону ингибиторов иммуноточных контроля при лечении рака почки, безусловно, эти критерии прогноза должны будут пересматриваться и, скорее всего, будут пересматриваться. Но сейчас их имеется по меньшей мере 6. Это клинические снижения индекса Корновского и менее года от момента постановки диагноза до начала лечения, и ряд лабораторных признаков, признаки анемии, высокого уровня кальция, повышенного уровня нейтрофилов и тромбоцитов. И если мы говорим уже о наличии одного или двух факторов неблагоприятного прогноза, это уже промежуточный прогноз, это уже, скажем так, основание для более активной лекарственной тактики. И практически подавляющее большинство пациентов, около 80% больных, имеют по меньшей мере один фактор неблагоприятного прогноза. То есть они уже являются кандидатами для нашей активной лечебной терапии. И стандарты, на самом деле, они очень быстро меняются. Это стандарты, разработанные Европейским обществом медицинских онкологов. Мы видим, что для больных промежуточного и плохого прогноза, то есть как раз-таки подавляющей когорты пациентов, стандартом является уже, безусловно, комбинация неволумаба и эпилемумаба, то есть комбинация иммунных точек контроля. И дизайн исследования, на основании которого зарегистрирована данная комбинация, мы, в принципе, знаем. Это стандартное сравнение комбинации иммунных препаратов и сонетениба в обычном режиме приема. И вот те данные, которые представлены буквально в этом году, влияние на общую выживаемость. Для больных, получающих исследуемую комбинацию иммунных препаратов, медиана общей выживаемости при наблюдении в течение 2,5 лет еще даже не достигнута. Для сонетениба она, в принципе, привычная нам, достигающая примерно 40 месяцев. Но реализация эффекта комбинации иммунных препаратов происходит только у больных промежуточного и плохого прогноза. Мы видим расхождение кривых, абсолютный прирост выживаемости в 13%, но эти кривые абсолютно идут параллельно у больных хорошего прогноза. То есть в показаниях применения данной комбинации все-таки присутствуют больные промежуточного и плохого прогноза. Если факторов неблагоприятного прогноза нет, то используют комбинацию неволумаба и пилиумаба нецелесообразны. Выживаемость без прогрессирования, в принципе, медиана в обоих режимах сопоставима, одинакова, но также мы видим расхождение этих кривых с течением времени. То есть, в принципе, пациенты, получающие комбинацию иммунных препаратов и достигшие эффекта, они более длительное время сохраняют этот эффект. И эти кривые как раз-таки разделяются в зависимости от промежуточного и хорошего прогноза. Мы видим, что у пациентов хорошего прогноза даже имеется условный вред или отсутствие пользы какой бы то ни было при использовании комбинированной терапии. То есть эти пациенты остаются все-таки кандидатами для получения ингибиторов тирозинкиназ, сунитиниба в частности. Вот эта длительность эффекта, которая достигается при использовании иммунных препаратов, она реализуется как раз-таки в значительном удлинении времени до терапии второй линии. Видим, практически в два раза пациенты, получавшие комбинацию неволумаба и пилюмаба, в два раза дольше не нуждаются в переходе на последующие линии терапии. То есть у них время сохранения эффекта достигает практически 19 месяцев. Ну и эффективность чистообъективных ответов, это в группе, которая нас интересует, промежуточная плохого прогноза, 42% против 29%. Причем чисто полных регрессов у больных, получающих комбинированную терапию, она высока превышает 10%. У больных группы хорошего прогноза мы видим и в чистоте объективных ответов также все-таки преимущество сунитиниба. Поэтому этим пациентам комбинацию иммунных препаратов рекомендовать, безусловно, не надо. И нежелательные явления. Безусловно, мы знаем перечень нежелательных явлений и в комбинированной иммунотерапии, и для сунитиниба. Но если посмотрим, условно говоря, плотность этих осложнений, то для иммунных препаратов это все-таки больше первой недели лечения, первые два месяца лечения. Для сунитиниба это довольно длительное сохранение осложнений на протяжении всего времени лечения. И, конечно же, потребность в терапии кортикостероидами выше, в комбинации иммунных препаратов. Конечно же, необходимость в прекращении лечения тоже выше была у пациентов, получающих комбинированную иммунотерапию. Но это из-за того, что не предусмотрена просто возможность редуцирования дозы, только возможность уже отмены препарата. И та комбинация, которая является, наверное, прорывной, действительно очень интересующие сейчас исследователи, поскольку данные о ее эффективности продолжают поступать, это комбинации уже, в частности, пембролизумаба или других ингибиторов иммуннотерапии контроля с антиангигенными препаратами, поскольку мы видим, что все-таки спектр реализации эффекта у этих препаратов различен. И напрашивается идея совместного применения двух препаратов двух разных классов, двух разных механизмов действия. И, в частности, комбинация пембролизумаба и оксетиниба в сравнении с унитенибом. Те данные, которые имеются сейчас, это данные, представленные сейчас в 2019 году, они, мы видим, резинственное наблюдение не очень большое, не превышающее полтора лет, 18 месяцев. Но уже здесь, даже при отсутствии данных о медиане общей выживаемости, она еще не достигнута, мы видим, что абсолютный прирост выживаемости пациентов, получающих комбинацию пембролизумаба и оксетиниба, составляет 10%. То есть тенденция прослеживается, и, скорее всего, она будет реализована и в показателях медиана общей выживаемости. Выживаемость без прогрессирования, эти данные уже доступны, прирост абсолютный в 4 месяца в медиане выживаемость без прогрессирования у больных, получающих комбинацию пембролизумаба и оксетиниба. Высокая частота объективных ответов, но, наверное, действительно, это уникальная частота объективных ответов, пока еще никто не превзошел данную комбинацию, 60% из них, 10% представлено полными регрессами. И длительность этих эффектов также превышает, примерно на 6 месяцев, сохранение эффекта больных, получающих терапию с умитенибом. Спектр осложнений, в принципе, он тоже известен, предсказуем, но мы видим, что и в той, и в другой группе частота осложнений 3-4 степени не значительная, поэтому, в принципе, можно говорить о контролируемости и управляемости токсичности, которая сопровождает лечение пембролизумаба и оксетиниба. И что важно, что в отличие от комбинации двух препаратов неволумаба и пилиумаба, комбинация уже ингибитора терзенкиназного и пембролизумаба приводит к эффективности и у больных в группе благоприятного прогноза. Мы видим и объективный ответ, высокий, такое же соотношение сохраняется, и тенденция к увеличению выживаемости и расхождению кривых в общей выживаемости, она, в принципе, отмечается. Поэтому, скорее всего, несколь всего, эти пациенты являются кандидатами для использования комбинации пембролизумаба и оксетиниба и в группе благоприятного прогноза. И мы видим уже обновленную рекомендацию НССН, когда и для больных благоприятного прогноза, и для больных плохого и промежуточного, уже в качестве рекомендуемой комбинации мы видим место аксетиниба и пембролизумаба, хотя данные об общей выживаемости еще не представлены. И те же самые рекомендации, та же самая комбинация мы видим и в рекомендациях АОР, также для больных всеми парагностическими группами, хороший, промежуточный, плохой, пембролизумаб и аксетиниб уже включен в рекомендации, учитывая высокое количество абсивных ответов и, безусловно, влияние на выживаемость без прогрессирования. Причем, помимо сэрхлеточного рака, эта комбинация реализует свой эффект и у больных с другими гистологическими протипами, в частности с аркоматоидным, те такие редкие формы рака почки, которые, к сожалению, мало ощутительны к большинству комбинаций, но и комбинации иммунных препаратов, неволумаб и пилиумаб, и комбинации пембролизумаба и аксетиниба, и комбинации сходные других препаратов, они все-таки больше работают и в отношении более редких форм рака почки. Вот как раз-таки комбинация атеизолизумаба и биоцизумаба, также видим прирост выживаемости без прогрессирования, но пока еще не получены данные об общей выживаемости. Комбинация абилумаба и аксетиниба, то же самое принцип, это комбинация теразинкеназного ингибитора и ингибитора иммуноточек контроля, безусловный прирост выживаемости без прогрессирования, ожидаются данные по общей выживаемости. То есть ясно, что уже комбинированные режимы двух классов препаратов, это уже то, что выходит на передний план в лечении больных раком почки. Поэтому те исследования, которые уже подтвердили свою эффективность на верхней части таблицы, те исследования, которые проводятся, мы видим сравнение уже комбинации линвотениба, веролимуса, линвотениба, пембролизумаба с сунитенибом, кабазентениб, неволумаб и сунитениб. То есть те исследования, которые сейчас продолжаются и данные которых ожидаются. Таким образом, мы можем сказать, что для первой линии терапии уже монотерапия ингибиторами тирозинкинас не является стандартом. Именно комбинированная терапия обеспечивает увеличение общей выживаемости пациентов. Комбинация неволумаба и пембролизумаба – это уже схема, которая доказанно подтвердила влияние на общую выживаемость пациентов. И, разумеется, мы ожидаем данные общей выживаемости в этих комбинациях, о которых я уже сказала, овелумаба и сунитениб, чтобы все-таки узнать, какая из них более эффективна. Совершенно схематично, разумеется, появление новых режимов в первой линии смещает все известные нам препараты на ступень ниже. Поэтому, если в первой линии была комбинация иммунных препаратов, то во второй линии мы уже используем любые ингибиторы тирозинкинас. Если в первой линии были ингибиторы тирозинкинас, то, конечно же, неволумаб, кабазентениб – это стандарты второй линии терапии. То же самое для третьей линии терапии рака почки. Уже мы видим, какой большой перечень возможных комбинаций в зависимости от того, что было в первых двух линиях. Поэтому, на самом деле, те данные, которые нужно учитывать, они, к счастью, доступны уже и в Российской Федерации, практически все эти режимы, как мы уже сказали. Поэтому этими данными нужно пользоваться, но и максимально обеспечивать влияние и на сроки жизни пациентов, и на качество жизни пациентов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...